Добрый день, всем привет! Знаете, в какой-то момент обязательно накатывает, просто вот наступает такое тяжёлое чувство разочарования. Оно в основном наступает в тот момент, когда... Не когда человек лежит и ничего не делает, да, и просто от собственного бездействия у него такое, знаете, апатия, депрессия. Это одно. Разочарование обычно наступает, когда человек очень много стремится и хочет, и пробует, и делает и то, и это, да, для того, чтобы добиться своей цели. Что бы человек ни делал, он постоянно вот натыкается, да, на какую-то каменную стену и не может её пробить. И в результате вот этих совершенно бесполезных, как ему кажется, да, пыток у него наступает в жизни разочарование. Разочарование может наступить в людях, да, в отношениях с людьми, в отношениях к бизнесу. Вот очень часто, я вижу в комментариях, люди разочаровываются. Etsy закрыла магазин, там, или я не могу открыть магазин на Etsy, или там на eBay мне отставили негативные отзывы, там, или где-то ещё. Или, да, мой магазин продажи упали. Ну, короче говоря, человек пытается, 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 но ничего у него не получается. Я, естественно, не могу вам сказать, что такой большой эксперт в том, как не разочаровываться, но я постаралась сделать какое-то исследование. И, конечно, расскажу вам, как всегда, об этом. Плюс я расскажу свои собственные примеры из своей жизни и, ну, естественно, из тех исследований, которые я сделала по этому вопросу. И, во-первых, самое главное, мне хотелось бы сказать большое спасибо за то, что вы смотрите эти ролики, вам нравится этот контент, за то, что вы подписываетесь на наш канал. Большое вам спасибо. Итак, давайте начнём с самой простой и лёгкой темы, как не разочаровываться в людях. Ну, открою вам такой секрет, я думаю, что, в принципе, это, наверное, всем, если вот так вот действительно хорошенько задуматься над этим вопросом, мы можем осознать и можем понять, что на самом деле вот в реальности, да, не субъективной реальности каждого из нас, а вообще вот в общей какой-то правде, истине и реальности хороших и плохих людей не существует. Ну, или, может быть, существует, но какие-то, ну, действительно, там редкие единицы, да, то есть людей, которые, ну, какие-то психопаты, да, социопаты там и так далее, да, ну, существует, конечно. Но большинство людей, с которыми мы портим отношения, в которых мы разочаровываемся, такими не являются. А кем они являются? Они являются обыкновенными людьми, у которых есть диапазон, так сказать, плохизма или плохих поступков и диапазон хороших поступков. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что в зависимости от ситуации, в которой помещен человек, он может вести себя очень-очень хорошо, а также может вести себя очень-очень плохо. То есть, если взять идеальную ситуацию для каждого данного человека, где его любят, уважают или нормально, хорошо к нему относятся, ценят, ну, я не знаю, что важно для, там, конкретного человека, вот, в его среде, то он будет себя вести вот таким образом, да, и с другой стороны, если его гнобить, давить, не уважать, я не знаю, ну, там, короче говоря, он будет находиться в среде очень неблагоприятной для него, то он будет вести себя ужасным образом. Одно само по себе вот это понимание и внутреннее какое-то более глубокое осознание того, что каждый человек, а, между прочим, ты в том числе, можешь себя вести, если ты вдумаешься и вспомнишь свою историю, то ты поймешь, что ты тоже сам иногда вел себя очень отвратительным образом, а иногда очень возвышенным и замечательным образом. Кто такой сильный человек? Это человек, который может перебороть свою естественную реакцию и вести себя так, как правильно, так, как хорошо. Это, ну, давайте еще раз повторим это просто, это очень важный момент, что сильным называется тот человек, который может победить себя, который может каким-то образом внутри себя, не обязательно там перебороть с помощью войны, но каким-то образом, он может изменить свою изначальную естественную реакцию и поступить так, как правильно. Понимаете, ведь самый большой подарок, который у нас есть вот на этой земле, это наша возможность сделать выбор. Да, у нас есть на самом деле свобода выбора. Мы не обязаны идти за вот этими естественными и натуральными желаниями, где мы ведем себя вот таким образом в такой среде, а вот таким образом в другой среде. То есть, может быть, мы не можем сделать выбор за других людей, но что касается самих себя, мы можем сделать этот выбор. Мне кажется, что вот осознание этого момента, это вот просто, ну, как бы, ключик к тому, чтобы никогда не разочаровываться в людях. Самая большая вещь, которая убивает разочарование, просто вот, как бы, на корню его уничтожает, это жизнь, наполненная смыслом. Да. То есть, какие-то более высокие, огромные, глобальные цели, которые вы ставите для своей жизни. Мы так воспитаны вот последним современным обществом, что мы очень любим чувствовать себя жертвой. То есть, не человеком, у которого есть способность выбирать, помогать, что-то делать, менять, да, брать ответственность на себя, за себя, и за окружающих людей, и за окружающий мир. Нет-нет-нет, мы чувствуем себя очень часто жертвой. Вот это вот последнее, вы знаете, политические веяния. Люди чувствуют себя лишенными каких-то прав. Итак, расскажу вам очень интересный такой эксперимент. Может, он не очень известный, но мне он понравился. Эксперимент такой. Значит, взяли какое-то количество людей и сказали им, что мы сейчас вот проводим эксперимент, чтобы доказать, ну, или понять, как дискриминируют людей, у которых есть на лице шрамы. Да. То есть, им сказали, что вы сейчас будете проходить интервью. То есть, это реальное интервью, да, вот, посылаем ваше резюме, и вы проходите интервью. Но перед тем, как пройти эти интервью, мы у вас на лице нарисуем шрамы, такие натуральные, настоящие шрамы. И посмотрим, как вот к вам будут с этими шрамами относиться. И, пожалуйста, вы все про себя записываете, как бы дискриминируют вас. Или наоборот, относятся к вам хорошо, там, как к равноправному кандидату. То есть, чувствуете ли вы из-за этих шрамов какую-то дискриминацию? И если да, вы ее чувствуете, то, пожалуйста, напишите ее, и, значит, ну, как бы мы будем анализировать потом эту информацию. Значит, людям всем нарисовали шрамы, такие очень реалистичные, и показали в зеркало, как выглядят эти шрамы. Но перед тем, как пойти на интервью, им сказали, ой-ой-ой, у вас тут что-то смазалось, испачкалось, подождите, дайте, значит, это зафиксировать. И они сделали так, что они убрали шрамы с лиц людей. Но люди этого не знали, они уже на себя в зеркало не смотрели. Дальше они уже шли на интервью. То есть, люди шли на интервью, зная, что у них на лице вот есть эти уродства, есть эти ужасные шрамы. А на самом деле этих шрамов не было. Так вот, все эти люди, которые пошли на интервью, чувствовали, что против них есть дискриминация. Они записывали, они находили, как и где человек смотрел на них как-то не так. Где что-то им говорили, да, каким-то образом. Почему там в какой-то момент их не берут на работу, понимаете? То есть, вот этот менталитет жертвы, менталитет того человека, который чувствует, что против него направлен мир, да, он сам создает себе эту реальность. И находит потом под эту реальность дополнительные объяснения и доказательства того, что вот на самом деле эта дискриминация существует. Почему мне показалось, что это такой важный пример? Потому что иногда очень трудно отличить наше личное восприятие реальности от объективной реальности. Итак, давайте, чтобы не быть уже теперь голословной, не говорить о каких-то экспериментах, поговорим о, вот, ну, реально, вот вы оставляете комментарии под роликами. И я часто общаюсь с людьми, с нашими клиентами и слышу, вот что приводит к этому чувству разочарования. Etsy не дает мне открыть магазин. Мой конкурент оставил негативный отзыв, а Etsy не реагирует. Мои листинги задвигают назад из Украины и показывают только американские. Мой муж плохо относится ко мне. Меня не продвинули по работе, хотя я этого заслуживала. Моя посылка опоздала, и покупатель вернул товар, но это не моя вина, а вина пересылочной компании. Мои продажи резко упали. Etsy закрыли один из моих магазинов, тот, который был самый раскрученный. Мои родители неправильно меня воспитывали. Часто бросали одного. Эта травма у меня с детства. Со мной такое было в школе. Понятно, что это утверждение, которое я вам сейчас говорю, вот заявление, ну это как бы общие такие слова, которые я слышу часто и от наших клиентов, и, к сожалению, от моих друзей. И сама иногда попадаю вот в эту же ловушку вот этого мышления жертвы. Вот вы понимаете, почему все эти утверждения – это мышление жертвы? Если вы этого до сих пор не поняли и сами думаете одно из этих вещей, то досмотрите, пожалуйста, этот ролик до конца, после того, как мы еще разберем несколько моментов, которые касаются разочарования и борьбы с ним. И я вам покажу другие варианты ответов на вот эти вопросы. То есть как можно по-другому с помощью нашей драгоценной свободы выбора и тем, что мы сильные люди, и мы можем принять правильное решение, несмотря на свою естественную реакцию. Я покажу вам правильные ответы, которые, возможно, помогут изменить также ваше отношение к этим вещам. Итак, следующая вещь, которую нужно разбить просто – это современное общество. Сейчас в наше время психологи очень часто говорят людям, что ты хороший, ты замечательный, люби себя. Вот это вот утверждение. Я бы хотела написать книжку «Как любить себя меньше и уважать себя меньше». Вот это моя книжка, которую я хочу написать. Но неважно. Психологи говорят «Люби себя, ты хорош, таким какой ты есть, принимай себя, принимай, люби себя». Ну, в принципе, что же в этом такого плохого? Да плохого в этом только одно, что ни один из нас на самом деле так не думает и не хочет думать. И это неправильно так думать, потому что ни один из нас на самом деле считает, что со мной абсолютно все в порядке. И ни один из нас не считает, что с другими людьми тоже все в порядке. И ни один из нас не считает, что с окружающим миром тоже все в порядке. И даже когда у тебя есть маленький ребенок, ну, не маленький, а большой, ты тоже не хочешь, да, чтобы этот сын или этот ребенок оставался вот на таком уровне, на котором вот сидеть. Вот у тебя все в порядке, ты хорошо, все замечательно. Нет, ты хочешь, чтобы этот ребенок развивался, рос, я не знаю, существил заложенный в нем потенциал. Ты не хочешь, чтобы вот-вот-вот все было в порядке, да, вот так, как есть, и ничего не надо менять. Понимаете? И если человек испытывает депрессию или испытывает разочарование, или он ест как не в себя и постоянно лежит на диване с бутылкой пива, или он смотрит порнографию с утра до ночи, или он занимается наркотиками, то, знаете, с ним не все в порядке. Так, следующее утверждение, может быть, с которым тоже можно поспорить, но у нас в дополнении к свободе выбора еще есть замечательная штука, называется воображение. Очень часто разочарование наступает, потому что мы смотрим на жизнь или на ситуацию не как на ступеньку, или не как на закрытую дверь, а как вот просто такой полный, совершенный тупик. Вот у меня закрыт магазин, или мой муж вот такой человек, или вот у меня, да, вот просто абсолютный, совершенный тупик. Я не говорю, что в жизни все ситуации можно как-то разрулить или найти какие-то варианты. Иногда действительно бывает, что ситуация тупик. Но я вам скажу, что даже в тех ситуациях, которые на самом деле являются тупиковыми, я помню как-то давно, извините, сейчас немножко в сторону отойду, как однажды я приводила в пример такой знаменитой предпринимательнице, которая продавала волшебные швабры. Она стала не миллионершей, она стала миллиардершей, ну, через какое-то время. Но первое, что она делала, это она посылала письма в Кеймарт. Она пыталась продать эти свои волшебные швабры, когда она была изобретательницей, изобрела, значит, вот эти потрясающие швабры, которые, кстати, сейчас продаются во всех магазинах, то есть в каждом, в Таргете, в Волмарте, везде-везде. Но в тот момент она пыталась, значит, пробиться, я уже точно, честно говоря, не помню, в Кеймарт или в Волмарт. Ну, короче говоря, эта женщина написала более ста писем. То есть какой бы человек, да, не сдался на, скажем, третьем письме или на четвертом, просто сам факт того, что этот человек вот так вот долбился в одну и ту же стену, да, то есть капля камень точит, и в результате там на сто какой-то раз написание этих писем с ней согласились встретиться и дали там ей пять или десять минут, чтобы она сделала презентацию этих magic map, волшебные швабры. Ну, короче говоря, но даже в тех случаях, когда человек сделал тысячу попыток, и у него ничего не получилось, у него все равно, даже несмотря на это, остается выбор. Какой же это выбор? Долбиться еще в тысячу пятый раз? Нет. У него остается выбор своего личного отношения к этому вопросу. Он может представить себе, что даже в такой ситуации его жизнь не закончилась, и что есть другие альтернативы, и что есть другие люди, да, в его жизни, и другие возможности. И он может, ну, короче говоря, он может изменить свое, по крайней мере, внутреннее отношение к этому вопросу. Ведь разочарование – это не нечто такое внешнее, что создало для нас жизнь, а это внутреннее ощущение, правильно? А над этим у нас есть всегда наша свобода выбора. Следующий момент, о котором я хочу поговорить немножко, это о счастье. Что такое счастье? И в чем заключается парадокс счастья? Самое главное, что такое счастье, никому не надо объяснять. Но в чем заключается парадокс счастья? Парадокс заключается в том, что мы все понимаем, что счастье – это хорошая вещь. Правильно? Очень хорошая вещь. И в том, что раз это хорошая вещь, то нам, конечно же, очень хочется стремиться к нему. Нам хочется сделать все в своей жизни, чтобы стать счастливыми, да, или сохранить свое счастье, или стать более счастливыми. Ну, во-первых, нужно, конечно, понимать, что абсолютного счастья, когда человек все время находится в таком вот состоянии, эйфорическом, его, конечно, не существует, но, скажем, да, в общем и целом мы понимаем, что значит спокойствие, хорошее настроение, да, и общее такое вот ощущение счастья по жизни, да. Вот, но парадокс заключается в том, что тот человек, который стремится к счастью напрямую, его не получают. Ну, это уже доказано, вы можете сами посмотреть. Очень много было и экспериментов, и опытов психологических, да. Это совершенное, да, мы точно знаем, что тот человек, который стремится напрямую к счастью, его не получают. То есть получается парадокс в том, что мы, с одной стороны, понимаем, что счастье – это хорошая вещь, но считать счастье хорошей вещью и стремиться к нему – это проблема. Короче, это похоже на то, как вот получаем ли мы радость и свет от солнца. Конечно, получаем и свет, и тепло нам дает солнце. Но смотреть на него напрямую и стремиться к нему лучше не нужно. То есть нужно смотреть на этот свет в рассеянном виде. То есть как он отражается от предметов, да, смотреть просто на небо. Но напрямую на солнце нельзя смотреть. Вот так же это же касается и счастья. К чему я это говорю? К тому, что если так же, как и свет, да, который отражается от предметов, разбить на части, то оно сразу окажется намного более достижимым. Ну, на самом деле здесь, в этом счастье, есть несколько компонентов. Это и отношения с людьми, и наша удовлетворенность в работе. И, ну, короче, во многих аспектах, да, это счастье, оно состоит из нескольких элементов. Но одно из них, я очень вот хочу специально заострить внимание, это благодарность, чувство благодарности. Если сконцентрироваться вот хотя бы просто на одном этом ощущении благодарности, то каким-то образом, знаете, счастье, оно так возникает, как побочный эффект. Сделать себе такое занятие, что каждое утро или и каждый вечер записывать несколько вещей, вот кому и за что вы благодарны, вот за сегодняшний день. Что произошло такого замечательного, или кто-то сделал вам что-то хорошее. Заметить это и написать себе благодарность. И таким образом это привьется в вашу, ну, то есть это станет просто неотъемлемой частью вашей жизни, и вы начнете обращать внимание на вот эти вещи, как бы с позитивной точки зрения. Кстати, что касается вообще позитивного, хорошего, такого доброго мышления, у нас есть два ролика на эту тему, о том, как избежать негативного мышления и как добиться позитивного. Так что я вот здесь дам ссылочку на один ролик, а потом за ним еще и второй ролик. Так что, и также дам обязательно в описании к видео по поводу позитивного мышления. Итак, если вы помните, наши утверждения жертвы. Я найду где-нибудь в Фейсбуке и куплю у человека, который неуспешный, я куплю магазин. Лучше я открою магазин на Shopify или пошлю на склад в Майами Вестерн Бит. Ха-ха, как меня боятся конкуренты. Значит, я делаю что-то правильно, я буду улучшать еще больше обслуживания клиента. Я не работаю над своим магазином. Я не уважаю мужа, считаю только себя всегда правой. Мне нравится моя работа, я буду продолжать работать с удовольствием. Как хорошо, что у меня была продажа. Мой товар вышел из тренда. Это, кстати, мне рассказала Вика Жидок. Она рассказала мне о том, что именно вот так с ней случилось, что у нее закрыли ее магазин самораскрученный. И вот ее реакция на это. У меня есть возможность научиться и раскрутить второй магазин совершенно по-новому и реализовать новые идеи. Мои родители любили меня и дали мне самое лучшее, то, что в их представлении. Теперь я решаю, кем я буду и что я буду делать. Не рекомендовали одного очень хорошего психолога, который действительно помогает людям справиться с подобного рода травмами. Я не знаю, чувствуете вы или нет, какая энергия и какое отношение у нас в первой колонке, и какое отношение, и какая энергия во второй колонке. Мне бы очень хотелось, чтобы вы написали в комментариях, что вы думаете по этому поводу, как правильно для вас, согласны ли вы с этими утверждениями, или, может быть, у вас есть какие-то свои другие советы. Еще раз большое спасибо за просмотр, за ваши лайки и за вашу подписку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok